В школе одно из самых интересных занятий, которое мне нравилось, это была сборка металлолома. Помните, как мы искали всякие ненужные металлические предметы, приносили их в школу, там их взвешивали и куда-то отправляли? Так вот, я знаю еще одно классное место, где находится много никому не нужного металла. Правда, находится она далековато? На Луне. Превращать Луну в свалку космического металлолома люди начали 14 сентября 1959 года. Именно в этот день советская космическая станция Луна-2 на полной скорости врезалась в Луну. Ну, это называется совершить жесткую посадку, но на самом деле она просто разбилась при падении на Луну. А еще через полчаса туда же упал блок Е ракеты Восток-В, при помощи которой эта Луна-2 и была запущена. Следом пошли американские аппараты, рейнджеры под номерами 4, 6, 7, 9, затем еще три советских Луны. Количество мусора на поверхности нашего естественного спутника все увеличивалось. Затем туда впервые в истории мягко сел космический аппарат Луна-9. Но, однако, он там и остался, поэтому он стал точно таким же космическим металлоломом. Затем настала пора миссии Аполлон. Американские пилотируемые миссии высаживались на Луну. Всего их было, как вы помните, 6. Самое смешное, что Аполлоны не были обеспечены нормальными туалетами. Поэтому первыми на поверхность Луны не вышли астронавты, а был выброшен пакет с отходами. Затем на Луне осталось 7 автомобилей. Ну как автомобилей? Три американских ровера, на которых американские астронавты ездили на Луне в миссиях Аполлон. Два советских лунохода, Луноход-1 и Луноход-2. И два китайских лунохода, которые оказались на Луне относительно недавно. Всего, если посчитать, обломков космических аппаратов, взятых с собой американцами грабель, клюшек геологического оборудования, да, на Луне была даже клюшка для гольфа. Всего этого мусора набирается более 180 тонн. Если посчитать, что примерно весь он из алюминия, а это основной металл, из которого делают космические аппараты, то сдать его в металлолом можно было бы за 13 миллионов рублей. Не так и много, но вопрос в другом, кто и когда начнет собирать этот мусор. Продолжение следует...